Три недели активных поисков в открытом океане и экспедиции подводных археологов принесли плоды в виде двух из пяти двигателей ракеты, которая в июле еще 1969 года вывела экипаж Аполлона-11. Фрагменты были обнаружены на глубине 4 километров, а затем подняты на поверхность. Как выяснилось, примерное расположение двигателей F-1 удалось установить за несколько месяцев с помощью новейшего эхолота. Выведшие экипаж космос-механизмы весом по 8 тонн каждый оказались погребены под толщей воды на глубине более 4 километров и поднимать их пришлось с помощью роботов. Как известно, найденные двигатели F-1 были установлены на ракете Сатурн-5, являвшейся основной рабочей лошадкой НАСА в 1960 и 70-е годы прошлого века. По мнению космического агентства, F-1 был самым мощным жидкостным двигателем с одним соплом. Двигатель F-1 мощностью 32 миллиона лошадиных сил был разработан в 1955 году американской аэрокосмической компании. 16 июля 1969 года во время миссии Аполлон-11 пять подобных двигателей за две с половиной минуты работы подняли ракету-носитель Сатурн-5 на высоту 58 километров, придав ей скорость 9656 километров в час. По серийным номерам уже точно установлено, что поднятые со дна двигатели, которым уже 50 лет, отправлены на реставрацию, а затем в музей. Весьма вероятно, что в конечном итоге легенда американской космической программы окажется в Национальном музее авиации и космонавтики. Расположенный в Вашингтоне музей уже обладает не только полномасштабным макетом корабля Аполлон, но и точной копией советского корабля Союз, а также массой других интереснейших экспонатов. Конечно, эту коллекцию можете пополнить и вы, если вдруг решитесь стать исследователем морских глубин. Только делайте это в специальных глубоководных футболках. Выберите себе любую и вперед на поиски приключений. Ссылки в описании. Да, наша планета на 70% покрыта водой, и только 7% всего мирового океана исследована. Подумать только, сколько же секретов хранит в себе подводный мир? И как мы видели, иногда такие тайны становятся яркими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok